Мы уже рассказывали в выпуске новостей об активном участии славянцев во всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая завершилась 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в образовательных учреждениях нашего района прошел урок памяти, который был посвящен героическим и в то же время трагическим событиям блокадных лет. 76 лет прошло с того времени, как Красная Армия провела операцию «Январский гром» и освободила ленинградцев от фашистской блокады. Более двух лет и четырех месяцев ленинградцы жили и сражались в кольце немецко-фашистских войск, преодолевая невиданные жизненные тяготы. На уроке памяти в седьмой школе ребята узнали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного Ленинграда, о голоде и холоде, о детях и женщинах, работающих наравне с мужчинами на заводах, а также о защите и обороне города советскими воинами. Город действительно сражался. За 900 дней блокады заводы Ленинграда дали фронту более двух тысяч танков, полторы тысячи самолетов, 150 тяжелых морских орудий, 4500 полевых орудий разных калибров, 12 тысяч минометов, 212 тысяч единиц стрелкового оружия, более 7 миллионов артиллерийских снарядов и мест. На урок были приглашены представители казачества и общественности прибрежного сельского поселения, которые поделились с учащимися своим видением легендарной обороны Ленинграда. В конец 41-го года был очень тяжелым для нашей страны. Гитлер собирал ударный кулак для того, чтобы завоевать столицу нашей родины, Москву. А вот Ленинград, осажденный, сдерживал на подступах к этому городу огромное количество силы, которую Гитлер мог бы применить для взятия Москвы. И самое главное, что жизнь в городе продолжалась. Ребята с волнением слушали о том, как их ровесники в сороковые пороховые смогли выстоять в тяжелейших условиях и даже праздновать Новый год. Елку, новогодний праздник, организовали, несмотря на трудности, которые были. И самый большой подарок на этой елке – это был обед. Это горячий суп, картофель и кусочек хлеба, который был выдан детям. А также детям были подарены каким-то чудным образом, были доставлены мандарины. История немеркнущего подвига ленинградцев не должна быть забыта. В этом уверены учителя. Благодаря подвигу ленинградцев мы сейчас можем жить. И нужно всегда помнить о том, что помимо того, что они в тяжелые годы выжили, голода, холода, они также сражались. Сражались самоотверженно, несмотря ни на что. Ребята близко к сердцу приняли все, что узнали о блокаде. Они гордятся тем, что являются наследниками героев, которые выдержали все тяготы и победили врага. Мы гордимся этим подвигом снятия блокады Ленинграда, то, что наши отцы и деды выстояли. Мы помним стойкость, мужество ленинградцев. Мы берем с них пример. Мы побывали на уроках памяти и в пятой средней школе имени героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. Всех потрясла история Тани Савичевой и ее семьи. Учащиеся узнали, что значит выражение «блокадный хлеб», которое стало нарицательным. Небольшой кусочек хлеба весом в 125 граммов – практически единственная порция еды в день. Это была минимальная норма. И этот хлеб стал символом жизни в осажденном городе. Трудно представить, как мои ровесники, ленинградцы выживали в таких трудных условиях, жили в бомбоубежи всех. Несмотря ни на что, они выставили, они проявили мужество и героизм. Мы это чтим и помним. Месячник оборонно-массовой военно-патриотической работы продолжается. И в его рамках юные славянцы примут участие в интересных и важных мероприятиях. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».